На окраине Амстердама в секретном месте компьютерщик изображает приманку и ждет охотников. Вот кем он становится в сети. Свити, 10-летняя девочка из Филиппин. Использовать для этого реального ребенка исследователи, конечно, не могли, поэтому создали Свити. Но десятки тысяч мужчин, которые вышли на связь с ней, думали, что действительно общаются с 10-летней девочкой на Филиппинах. Специалист не хочет называть своего имени. В эту виртуальную ловушку попадают совершенно реальные правонарушители. Ну вот, тебе нравятся взрослые мужчины? Иногда. Он заходит в чат каналы, и уже через несколько секунд мужчины начинают просить Свити включить веб-камеру. Это ужасает. Реально страшно. Все стереотипы рушатся. Я раньше думал, что это какие-то мутные, одинокие типы лет по 45. Нет, это вполне нормальные с виду люди с нормальными работами, с семьями, и они очень разные. Компьютерный образ говорит, что его работа – сидеть перед веб-камерой и общаться с мужчинами. То же, чем занимаются десятки тысяч реальных детей. Благотворительная организация, которая запустила эту охоту, начала глобальную кампанию, пытаясь прекратить такого рода эксплуатацию. Я не реальна. Педофилы, выходящие в сеть, не чувствовали свое превосходство, не думали, что полиция не знает, как их поймать. Это исследование – реальная помощь, и организаторы заслуживают похвалы. Свити больше использовать не будут. Она сделала свою работу. Показала педофилам, что и они тоже легко могут превратиться в добычу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова